Депутаты Татарстана и Башкортостана лоббируют строительство продукт-провода «Сибирь-Поволжье». Парламентарии Татарстана и Башкортостана готовят обращение к председателю-премьер-министру Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о содействии в скорейшем принятии решений по вопросу сырьевого обеспечения предприятия нефтехимического комплекса «Поволжье». сообщает пресс-служба Госсовета Республики Татарстан. В подготовленном проекте обращения говорится о необходимости принятия решения о строительстве нового или восстановления ранее разрушенного продукт-провода «Нижневартовск-Нижнекамск», что позволит направить значительные ресурсы широкой фракции легких углеводородов, имеющиеся в Западной Сибири, для более полной загрузки производственных мощностей нефтегазохимических предприятий Башкортостана, Татарстана и в целом Поволжье. Рустаму Миниханову представили проект «Комплексное развитие прибрежной территории реки Казанка». Презентация проекта «Комплексное развитие прибрежной территории реки Казанка» с участием президента Республики Татарстан Рустама Миниханова и министра строительства архитектуры ЖКХ Республики Татарстан Ирика Файзулина состоялась сегодня в Доме правительства Республики Татарстан. Как сообщили газете «Вовремя.ру» в пресс-службе Минстроя Республики Татарстан, концепция разработанной ГУПТа от инвесторов граждан проекта предполагает освоение всей прибрежной территории. Разработчики предполагают, что проект позволит стабилизировать уровень реки и объединить разобщенные прибрежные территории в общую градостроительную систему городской набережной. В Татарстане рекламируют рабочие специальности. Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Гульнара Ахмадеева провела сегодня выездной пресс-тур на ОАО «Казань-Компрессор-Маш». В ходе встречи замминистра отметила актуальность темы, ознакомила представителей СМИ с основными направлениями работы Минпромторга и промышленных предприятий Республики по популяризации рабочих и инженерных профессий. Правительство России ужесточило режим промсборки автомобилей. За пять лет, сообщая «Взгляд.ру», автопроизводители обещают вложить развитие российских автомобильных производств 5 млрд долларов. Минэкономразвитие уже подписало соглашение с консорциумом «Солерсфорд», с «Фольксфаген-Джи-Эм» и консорциумом «Автоваз», «Рено», «Ниссан», «Ишавто», «КамАЗ», «Мерседес». РЖД покупает у «Сименс» 240 скоростных электричек. Даже со скидкой 20% немецкие электрички стоят более чем в два раза дороже российских. Зато они на 40 км в час быстрее. Аналога такой электрички в России нет. Соглашение о поставке электричек, которые в России будут названы «ласточками», РЖД и немецкий концерн «Сименс» подписали сегодня «Сообщает Взгляд». В торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоялся круглый стол с участием китайских компаний. Как заявили во время круглого стола представители торгово-промышленной палаты, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Республики – 25%, что, по их мнению, недостаточно. Также было заявлено об интересе Китаю как стране для сотрудничества. Китайская делегация, прибывшая в Казань в рамку делового визита в Россию, состоялась с представителями Союза китайских предпринимателей ВРФ, Китайской корпорации по нефтехимии, нескольких компаний в области телекоммуникации, нефтехимии, нефтепереработки, автомобильной промышленности и медицинского оборудования. Со стороны Татарстана в круглом столе приняли участие топ-менеджеры Зао ИК ЛМТ, По ЕЛАС, Казань Компрессор МАШ, КАМАЗ и Нижнекамск Нефтехим, представители банков Акбарсбанк, Банк ВТБ, Татфонбанк БТА, Спортбанка, Спербанка и других. Также присутствовали представители официальных федомств, в частности, Министерства энергетики Республики Татарстан и вузов КАИ и КФО. С вами была Луиза Сандикян, Вовремя.ру.